Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о моральном авторитете и призвании. Призвание Божье, на мой взгляд, состоит из двух совершенно определенных категорий. Первая категория — это первичное или главное призвание, о котором мы говорим уже на протяжении нескольких программ. Это мое место в Боге, мое место вот в этом огромном Божьем движении, за которым нам стоит следовать, в котором нам стоит найти свое место, потратить на это определенное время, может быть, несколько лет даже, но стоит это сделать, потому что это невероятно важно. И это главное. Как только мы с вами находим это первичное призвание, главное призвание нашей жизни, которое Господь заложил в каждого из нас, мы должны задуматься о вторичном призвании, то есть конкретно, что именно в этом моем призвании я должен делать. Если мы говорим о первичном призвании, то это стратегические вещи, то когда мы говорим о вторичном призвании, мы говорим о тактике и методах. Когда мы говорим о первичном призвании, мы говорим о том, кто я в Боге. Может быть, я призван быть миссионером, может быть, я призван быть служителем в церкви, возможно, быть врачом, доктором, учителем, парикмахером или каким-то другим специалистом — это призвание в Боге. Потому что все, что делаете, пишет апостол Павел, делайте, как для Господа. То есть любая работа, любой труд, любая деятельность верующего человека — это служение Богу. И Бог указывает вот на это первичное призвание. Вторичное призвание, оно говорит о том, как мы будем реализовывать первичное. Допустим, наше призвание быть учителем. Где? Может быть, это общеобразовательная школа, может быть, это библейская школа, может быть, это университет, может быть, это какие-то курсы, может быть, что угодно. И наша задача найти как первичное призвание, так и вторичное. И в последующих программах я хотел бы уделить некоторое время вторичному призванию.